В настоящем у России провалы. Будущего нет. Поэтому назад, назад, назад. Листать пыльный каталог гордости в кавычках за СССР. Искать, чем бы там еще можно погордиться в прошлом. Канал Культура кормит зрителей ретро-советчиной, старьем советского кино, встречами восстанки на начало 80-х, похоронами Брежнева, по какой-то кнопке на Новый год крутят не то песню 76, не то песню 77. На каникулах по кинотеатрам идет кино «Движение вверх». Вроде бы о победе советских баскетболистов на Олимпиаде, но в 1972 году, 45 лет назад, как актуально, только этого не хватает нам для вдохновения. Вы нам покажите, что есть сегодня. Снимите фильм, как молодежная сборная России по хоккею. Только что со свистом вылетела с чемпионата мира, проиграв в четверть в финале США. До кленовых листьев даже не дошли. Сделайте кино про то, как крали допингом медали на Олимпиаде в Сочи. И как в итоге Россию выкинули за шиворот зимней Олимпиады в Корее. Покажите нам наши спутники и космические ракеты, бороздящие глубины Атлантики и Тихого океана. Не надо про 61-й, хватит. Расскажите о нынешнем, а не о давно минувшем, о провалах нынешнего руководства лично ВВ Путина. Покажите в кино его провальную роль. Залейте ему ледовую дорожку к президентским выборам. Пусть катит. Что? Страшно? Но в конце концов неволить не стоит. Есть желание жить с головой, засунутой в болото Советчины? На здоровье каждый сам решает, что делать. Но я думаю, что ни к чему хорошему это граждан России не приведет. Им придется заплатить за отказ менять свою жизнь, за нежелание учиться у современного мира, за попытки оставаться мозгами сгинувшим четверть века назад в государстве, и детей своих туда же тащить. Придется ответить. Живет во многих российских гражданах страх перед современным миром, перед тем, что придется менять свою жизнь. Никуда не денешься, но не хочется. Поэтому боятся всего Европы, геев, демонстрации, однополых браков, глобализации, свободы, женского равенства, мигрантов, американцев и так далее. В современном мире своя повестка дня, а в России жизнь в омуте крутится под надоевшие советские мелодии. Да еще с комментариями, что, мол, ерундой в Америке заняты, что за вопрос, если кого-то там принуждают к сексу на работе, подумаешь, полапал секретаршу, тоже мне мировая проблема. И в этом ничего нет удивительного. Начальство, конечно, гнет свое, толкает подлую советчину во всех видах и формах, как якобы достойное прошлое для ныне сживущих. У него свой интерес, ему так легче обогащаться, под топот ног бессмертного полка. Но и многие наши граждане хороши им только того и надо. Они тому и рады спрятаться в советскую ракушку от проблем современного мира. Но расплата за это придет. Море вокруг пересыхает, старая ракушка не защитит от палящих лучей. Выползать наружу все равно придется. И плестись по растрескавшейся земле, глотать пыль от ног тех, кто и на востоке и на западе убежали далеко вперед. Алексей Мельников Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин